Еще раз здравствуйте. Оль, можем начать с даты? Одна из первых была Алёна Шмак, просто это те, кто знает, и мне бы интересно было, ну как бы, про тех, кого я уже знаю, послушать в первую очередь. 15.03.86. Ну что, Алёна, хочу сказать, как-то у вас, как бы с отягощением родовых задач, кармическим и пожизненным периодом, сложно какой-то период был с 12-24 лет. Да, было такое. Это раз. Во-вторых, отягощение, у вас это два девятка, как она проявляется? Она может проявиться в любом возрасте, в любом количестве раз, в любую интенсивность? Оль, я тебе даже перебью, извини. Я помню, что, по-моему, Алёна рассказала, что она боролась с раком, ну то есть, сколько-то лет назад, ну вот, по-моему, вот как раз в том периоде, который ты сказала. То есть человек боролся с серьезной болезнью. Может быть, но у неё не обязательно только в этом. У неё вообще отягощение по всем периодам, ну как у всем. То есть у неё, как у меня, давай девятка. Девятка, она, понимаешь, это когда у тебя девятка, да, стояла, ну, в смысле есть практика. Но она в них периодах стояла, а не в родовом. Да, она один рак. И когда оборудовали по карме, она может вылезти где угодно, когда угодно и сколько угодно. Здесь очень много зависит от человека, насколько он работает над своими беспоклонными задачами. А у меня тоже там есть такой девятка. У меня тоже в родовой девятка. У меня, в принципе, да, я вот это последние уже полгода тоже много чего совпадала для опыта. Итак, по финансам, по-моему, смотрите, что хочу сказать. Третья чарта, у нас финанс отвечает третья чарта. Ну, если грубо прям, да? Да, да, да. Характер, да. У нас у вас НРВ, то есть у нас в целом норме, но у вас финансы будут в первую очередь от вашей родовой девятки. Почему? Потому что вот у нас есть цифры, да, с 1 до 9, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, да, потому что мы сегодня в штабе. И чем выше, грубо говоря, цифры, я вам чуть попросту, да, перевожу, чтобы было понятно, тем больше, как бы степень отработки. Но работать надо больше будет. У кого девятки по роду или по карме, девчонки, или восьмерки, это довольно сложные, эти кричащие задачи души. И вам нужно стать очень такими вот высокодуховными, глубокими, мудрыми, осознанными личностями. И только чем больше вы над этим работаете, чем выше вы растете сами внутри, учитесь принимать, понимать, вращать себя с других людей, принимать мир таким, какой он есть, быть благодарным. Благодарным себе, окружающим, мир, Бог, Вселенной, жизнь и так далее. Вот больше вам будет Вселенная давать финансовых возможностей. Вот, девчонки, у кого высокодуховное предотвращение сейчас будет, и я буду говорить, как вы принадлежите к ощущениям, у вас финансы напрямую связаны от этого. У вас это первая зависимость, которая влияет. То есть с повышением духовного уровня. Как только мозолит глаза слово деньги, вот их наоборот не будет. Вот как только вот их как-то вот отодвигаешь, вот для тебя вот главное сделать, главное что-то, тогда все ослабевает, все хорошо, все нормально. У Алены, кстати, тоже. Она сейчас продала, по-моему, даже бизнес, ну, который как бы с творчеством ничего общего не имеет. И полностью отдалась вышивке, то есть в созданию коллекции, ну, то есть в творчество пошла, целиком и полностью. В потом пошла, да. Вот, и поэтому у Алены тоже будет так же. Тем больше, вот Алены, я имею в виду, так, папа, вообще, чем больше вы будете отдавать искренне души другим в мир, в сверху, тем больше все лета вам будет возвращать этот финансовый революционер, то есть в вашу там целепотребованность и зависимость. Жаль, мне еще какую-то дать еще шутнула, нет, Илья, я иду в комментариях. Иди подряд, да, кто там первый пошел. Так, да, так, Наташа, давайте дали вас в последнее время. Просто мне хотя бы понятнее, когда если человек, которого я уже как-то касалась, я какую-то историю про них уже знаю, мне понятнее. А когда совсем вот непонятный человек, ну, как бы, мы и обратную связь не можем услышать никаким образом. Тяжелее так работать. Может быть, я буду даты там через раз хотя бы писать, те, кого я знаю. Жизнь, пишет, и есть у тебя, да, сейчас сможем его разбирать. Итак, Наташа, смотрите, я в 19.03.979 год рождения. Финансы, сама третья чакра у вас слабовата, 25%, но она стоит у вас в отработке по кармическим задачам. Что это значит? Это значит, что вам дан с рождения высокий потенциал к успеху, несмотря на то, что чакра слабая. То есть, что это значит? Это значит, что вам, при каком условии будет реализовываться ваш финансовый потенциал, скажем так, да? У вас тоже кажется с отягощением, кстати, по жизненным периодам. Тяжелый период, 24-48 лет. Тоже сложно. Прям как у меня. Приходи, ходи. Наталья у нас участвует в Кутюр по-русски 2, она тоже сейчас готовит коллекцию. Как, как, она на правильный хотя бы пути, что в творчество тоже ушло? Она абсолютно творческая. У нее как у тебя и 77 по четверке, четверка в отработке родовой как бы. Она очень творческая. Все как бы в порядке, но опять же не хватает. Ну, то есть, тоже нужно что-то, что нужно прорабатывать? Нужно прорабатывать шестую чакру. Девочки, давайте сделаем так. Я сейчас буду говорить короче, чтобы больше дат разобрать. Когда я буду говорить, какую чакру проработать, вы после эфира просто сходите ко мне в аккаунт. И поразбирайтесь, да, кому это интересно. Нет, 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 по ссылке в шансе профиля будет ссылка на мой сайт в площади, где там всякие сайты, сайты, куча всего. И там есть кнопка канала YouTube. Там две энергопрактики, можете, кстати, их тоже рекомендую пройти. Вот, что-то у меня происходит с девочками. Но не об этом речь. О том, что вы берете на YouTube-канал, найдите прямой эфир в записи. Там две части прямого эфира. Как прорабатывать родовые кармические задачи. Просто себе циферки ставьте, на что обратить внимание, и все. Да, проработать шестую чакру, вы идете ко мне на YouTube-канал, смотрите эфир и слушаете, как вам прорабатывать шестую чакру. Так вот просто, короче, так я просто больше вас успею проработать за этот чакр. Так будет эффективнее. Поэтому, Наташа, работайте со своей шестеркой, и тогда вы сможете включить свою нынешнюю девятку. Так. Дальше, Анастасия. Анастасия, 03-10-1987. Так, финанс. Третья чакра слаблена, тоже 37%. Работайте обязательно по третьей чакре, как минимум. Плюс, очень рекомендую, работать по... Ну, хотя бы начните работать, знаете, с чем же скажу. По пятой чакре. По пятой чакре работайте, пойте вокалку... То есть умение ладить с людьми, конфликтность, тоже есть проблема. И конфликтность, это тоже, да, это... А, кстати, Жень, ты не поешь сейчас уже? Хотя, вот и тебя... А мне, ну, как, бывает, там просто напеваю, но нет. Раньше, если я постоянно как бы без этого жить не могла, я просто как перетекаю из озера-мозера. Из пения в фотографии, из фотографии в платье. Ну, извините, от платьев я пока не собираюсь никуда уходить. Просто попробуй, может быть, снова начать петь. Или попробуй, может быть, курс актерского мастерства. У тебя, может быть, произойдут новые трансформации, у тебя поменяется энергия, и ты посмотришь, к чему тебя это приведет. Понимаешь? Спасибо. Так, Анастасия дальше. 20... Так, нет, не Анастасия. А, Анна. А, Анна, да, 2105-1986. Третья чакра тоже слабенькая, 25%. Что хочу сказать. Работайте с четвертой чакрой. У вас к ней двойная отработка. И по кармическим задачам, и задачам бородку, работайте с четверкой. Как работать с четверкой, тоже на моем ютуб-канале, потом посмотрите. Ну, Анна, я знаю, смотри, у нее, что у нее с однеркой? Просто Аня делала, сначала ребенок, точнее, родила уже мальчика с десятого попытки ЭКО. Это не первая чакра. И ее, наверное, больше интересует что-то с детьми и со здоровьем. Можешь именно акцентироваться на... Это не первая чакра. Это здесь, во-первых, вторая чакра, она слабенькая, 22%. Она связана с очень голубой системой. Кстати, у меня тоже, когда я перед родами, точнее, перед зачатием, мне сказали, что я не могу родить. У меня маленькие яичники, бла-бла-бла. Я все три раза с первого раза. Какой-то суть. У меня вообще проблем с этим не было. Прямо просто сразу. Я не знаю. А мне говорили, что я не могу зачать. Ну, как это все вместе? В общем, у Ани, Ани посоветую, что связанное со здоровьем и с зачатием. Вот. Ну, у нее не с этим. Ей нужно работать над своей четвертой чакрой. Ну, там много чего-то. Забота, помощь, эмпатия. У меня тут пометки. Да, помощь. Самое главное, что это значит, нужно научиться понимать, принимать, безусловно, любить, прощать себя и других людей. Как только девочки, как только Ани научатся вот этому всему. Да, как работать, почему-то начат в дужане. Посмотрите на YouTube-канале, на Google-канале. Понятно, что больше их металли, чем здесь. Короче, с четверкой Ани работают. Да, и тогда научишься положить на какую-то дужаться и на личном. Потому что самая основная связка – вторая и четвертая чакра. Двойка – это, опять же, где-то рождение, видишь. Опять же, у меня низкая, а у меня трое. Нет, ну у тебя, ты видишь, когда прорабатываешь свои потенциалы, на раз, а во-вторых, у вас же все равно потенциалы все разные. Мы же не можем выдергивать одну какую-то чакру, да, и по ней что-то заявлять. Мы же читаем карту комплексно, то есть все-все-все чакры. Очень интересно, почти все мои идут, ну, в смысле которых я знаю. Следующая Ольга идет, 0707. Да, я не пишу. 0707-1984. Оля, ты тоже крыса, сегодня этот год тоже твой. Что хочу сказать, с третьей чакрой все в порядке вполне, но я порекомендовала поработать с первой чакрой, как минимум. Это просто то, что вы реально увидите. Первая чакра – физическая активность в городе Шупе. Оля, бросай курить. Она курит? Да. Это участница в Париж, у нас было 13 дизайнеров, она одна была курящая. Нельзя курить, потому что пятая чакра в отработке и здоровье. Ну, короче говоря, у Оли очень высокая связь между здоровьем и пятой чакрой. И, короче говоря, если она курить, курить будет, то это будет очень нехорошо, потому что ударить или по пятой чакре, то есть по здоровью, все, что связано. Ветерка – это дыхательная система, это щитовидка, это вилочковая шлиза, щитовидная дыхательная система, челюсть, речь, голос, ну вот эти вот все. Она вот только недавно болела жесткой ангиной, да. Ну, я, у нее, в принципе, не очень крепкое здоровье, потому что первая чакра слабая, она в отработке, и вам нужно за здоровье сидеть больше, чем нам все вместе взяли. То есть первая чакра слабая, потому что это будет влиять на финансы в том числе, положительно. Ну, чем, чем, как бы, хуже будет, как сказать, внимание к здоровью, то тем больше это может отражаться на финансах. Ну, оно просто дальше по накатанной может быть. Нет, нет ничего, да. Инга следующая. Так, Ингира, там, 19, 10, 1984. О, вот они все мои крыски. Вот с четвертой. 19, 10, 1984. Что хочу сказать, третья чакра тоже забывает от 25%, но, короче говоря, Характер деньги. У меня это стоит. Творчество очень ярко выражено. Занимайтесь обязательно чем-то творческим. Очень хорошо, если вы хотите заниматься танцами, йогой, любыми танцами или йогой. Инга шьет коллекцию, она тоже участник Кутюр по-русски 2. То есть она в творчество ринулась, да. Ну, и, по-моему, шлик с ваденой платья. Творческая, если она хочет увеличить, улучшить свою материальную станцию, чтобы вы получили, нужно обязательно реализовывать вторую чакру. Как это делать, посмотрите на моем ютуб-канале. У меня ладить. Это рад. Во-вторых, нужно работать на своей родовой восьмерке. Это два. Тоже посмотрите на ютуб-канале, как работать и на второй, и на восьмой чакре. Это одно из самых таких вот основных. Ну, это вот мой слайдовый вариант, который вы хотя бы начнете, если будете переменять. Если по-русски, если по-русски, ну, вот как мне понятно, умение ладить тебе надо и духовно развиваться по восьмерке. Правильно? Это если прям сокращенно говорить. Грубо, это да. Вот прям вот если кратко, то это туда. Да, следующая. И Инна, тоже мои. Да, Инна, я просто пытаюсь не прочитать, я уже сказала. 18-12-71. Ну, что хочу сказать, Инна? Любит он по полочкам, раскладывается, структурировать, планировать. Она конструктор-модельер. Ну, я не удивляюсь, потому что у нее шестая чакра, она ее к этому и приводит. Она тоже творческая. По идее, как бы все в своем месте. Что хочу сказать? По финансам, пожалуйста, можешь как-то что-то прочитать? Что хочу сказать? Ну, вот я и хочу сказать. По финансам. Я даже знаю того, что болит. Девочки, тут, чтобы вы правильно понимали, чтобы прям совсем круто увеличивать финансы, нужно работать комплексно, да, но даже если вы сегодня вот те рекомендации, которые я даю, и даже если вы на мире начнете работать и применять, а не просто послушайте, положите указаны. Не забудете. Да, оставите это в прямом эфире во время и пойдете дальше, то тогда вы тоже почувствуете результаты, они тоже у вас будут. Просто главное для меня, что хочу сказать. Вот моя личная рекомендация. Да, работайте лучше с первой этапой сейчас. С выносностью? А? С выносностью, со здоровьем? Да, потому что, не то чтобы со здоровьем, если она будет энергию поднимать, у нее будет меняться жизненный тон, жизненный потенциал, потому что ее вот эта работоспособность очень сильно привисит от этого. Первая часть, я саменькая, и она еще будет в отработках, она сейчас в отработке, и она еще потом, как бы, да. Сильно может повлиять и на успех, и на финансы. То есть, на финансы не нужны, когда здоровья нет. Понимаешь? То же, как у Оли, короче, акцент большой на здоровье. Тоже, нет, не то чтобы на акцент. Вот я бы сейчас рекомендовала начать работать на первый чат, и так, на здоровье, по физической активности, ну и учиться ладить с людьми, потому что коммуникация тоже маленькая травма. Инна есть такое, есть. Инна, у меня очная ученица. Да, а так получилось, что они заселились втроем, и все друг от друга потом плакали. Нет, да, здесь вот коммуникация не должна работать. Да, ястребовано, да, 0203-1982. А у меня такой нету даже. То есть, видишь, уже напутано, у меня другой уже. Я уже даже не знаю, где, кого ты тут читаешь. У меня уже 4-5. Ладно, по-твоему тексту это. Комментарий издевается, потому что дальше. Так, значит, 0203-1982, что вам сказали. У вас очень хорошая третья чакра, прекрасная. Больше, чем у нас с Женей. Вот, поэтому, и она у вас в родовой отработке. Если вы, так, что вы чувствуете сейчас. Короче говоря, работаете с, знаете, чем вы работаете? По второй чакре поработает. Она у вас слабая 22%. И если вы научитесь и с коммуникациями работаете, с женской аттетикой, все эти рекомендации есть на YouTube-канале, да, на двойке очень много рекомендаций, на самом деле. И их очень легко реализовывать в жизни. То есть, как бы, да, попроще такие задачи, такие достаточно приятные задачи, которые можно пополнять и получать результат. Работайте со своей двойкой. А термической, да, у вас могут быть, ну, как бы, тем более, если сейчас у вас в периоде отработка по двойке, так что, работайте с двойкой. Все, я теперь потерянная где-то. Так, Наталья, 21, 10, 1973. Что за нахо... Еще бы знать, кто это, то хотя бы хоть как-то комментировать. Ты не видела, да? Я все, я потерялась. А, понятно. Так, ладно, Наташа, у вас тоже как-то с текущением по жизненным периодам, но что хочу сказать. Работайте со своей первой чаклей, она очень-очень слабенькая, и она в двойной отработке. 15% с энергией по единичке. Это ЗОЖ, ПП, и активная физическая деятельность, если нет каких-то медицинских показаний, то работайте с ней. Она очень сильно влияет на... Ну, вообще на ваши... И учитель защищает свои границы. Вот у вас, прям четко, вами могут пользоваться все, кому не лень. Учитель защищает свои границы, чтобы говорить нет. А можем тогда, хотя бы, кого я тут увижу, Пава Кутюр, не знаю, насколько, где она у тебя внизу вверху, Пава Кутюр. 27-09-88. Хотя бы те, кто... Жень, первая цифра про Пава, сколько? 27-09-88. Финансы больше интересуют. 27-09-88, верно? Да, да, финансы интересуют. Финансовая тяпра очень сильная, но очень высококонное предназначение, чтобы чувствовать. Работать, во-первых, обретать психологическую мудрость, осознанность, шерсть умышления и учиться работать в пятой чатре. Учитель... Слышать людей. С конфликтностью связан. Да, первое, идти на примирение, договариваться, быть гибкими, мягкими. Пава Кутюр, ты шумишь, не слышишь? Моё мнение неправильное, да? И без конфронизма, с какого-то жесткость, с категоричность мнения тоже. Хотите достигать успеха, выбирайте вот эти качества. И если они у вас проявляют, сферически, значит, учитесь работать, принимать людей, такими, как я. Если без попыток их переделать, вот так, и это будет очень сильно влиять на вашу финанс. Давай тогда по очереди. Одного ты, одного, кого я знаю. Давай, давай. Твоя очередь. Надежда, так, 0,1, 0,8, 1972. Так, Надежда, что хочу сказать. Вика, выйди, пожалуйста. Так. Сбрасывайте энергию в второй чакре. Она у вас талантливо перегружена на 99%. Будете сбрасывать энергию в второй чакре, у вас прямая связь идет с второй чакрой и третьей чакрой. То есть финансы очень сильно зависят у вас от двойки в первую очередь. Там еще много зависимости. Но хотя бы начнете сбрасывание, направлять энергию в второй чакре в нужное русло, то, что посмотрите на его канале, как работать с двойкой. Давай жить дальше. 14,07, 84. Я говорю, все крысы пришли. Я крыса, и все мои тут. 84. Аудитория за тобой ведется на тренирую в первый чакрой. Так, 14,07, 84. Правильно? Да, 84. Ага. Так, 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 так. Евгения Беседина. Ну, хочу сказать. Работайте с первой чакрой. Это раз. У вас прямая связка финансов с первой чакрой идет. Несмотря на то, что энергетический потенциал у вас, но не в норме, но тем не менее, все равно как бы нужно. Нужно с этим поработать. И моя личная рекомендация, работайте, повышайте энергию с вашими коммуникациями с пятой чакрой. Как подробно работать с пятеркой, тоже на этом канале посмотрите. Потому что пятерки у вас, ну, как бы тоже, ну, коммуникации тоже страдают. В общем. Все мы такие тут, я смотрю. Все, как а я, такие ко мне тянутся. Да, да, да. Такие же все. Так, твои там, да? Так, Дина, наверное, да, 20-10-1986. А, 20-10-86. Ой-ой-ой, пока каждый указ. Дина, что хочу сказать. Во-первых, я очень рада, что вы вышли из своих периодов. У вас максимально тяжелые периоды были с 12 до 36 лет. Но вы не вышли, у вас еще около двух лет примерно осталось, может, минус, может, полгода. В девятке? Там четыре лет. Это бывает нечасто, и это очень тяжелый карты. Как-то с ощущениями с приличным. С очень сильным. Я не знаю, что у вас произошло, но что-то у вас случилось. И вот в этом периоде дважды. То есть четыре сложных каких-то момента? Нет, дважды. Дважды что-то произошло с 13 до 36 лет. Скорее всего, дважды. Вряд ли, что-то там, допустим, больше. Но я не знаю, это очень тяжелый. Это сложная карта, правда. Вот, что хочу сказать. У вас вообще карта очень такая, ну, не частая, редкая. Я таки карту на смысл всегда еще, чтобы он не так нашел, потому что они довольно-таки редкие. Да, все. Вот. У вас все задачи, кармические, родовые, от Пети и Чакли. То есть, что это значит? Ну, у вас карта очень сложная. Я, конечно, вам рекомендую на диагностику записаться, потому что карта вообще очень типичная, стандартная. Да. Только что-то сказать. Запишитесь. Я надеюсь, что вы, конечно, свои периоды прошли, как бы, максимально осознанно, сколько это было возможно. Хотя первый период, это был вообще подростковый. И когда какой-то прям особой ответственности, мудрости, но там нельзя с чем-нибудь взять, потому что, Жень, ну, с ними ты ничего не возьмешь. Они вообще, да, под первыми родителями, как бы, это, да, от того, как родители, там, испытывают, там, вкладывают. А учитывая, что мы в 90-е росли, то вообще все печально. Да, да, да. Поэтому факторов очень много, карта сложная, довольно тяжелая. И понимаете, просто, иди на что получается, то, как вы прожили прошлый жизненный период, вот с которым вы сейчас ходите, вам чуть пару лет, как бы, как прошли, осталось, вы выведите в другой период. Мне тоже, он как бы легкий будет, с одной стороны, но он очень сильно зависит от вашего нынешнего. Проработки предыдущих. Да, если сейчас вы проработаете, он будет спокойным, но если не проработаете, может быть, какая-то, ну... Еще хуже. Сложность по физическому здоровью, так я так кратко скажу, да, и поэтому очень... Ваши финансы, либо они очень сверху, либо у вас очень большие проблемы по финансам, поэтому у вас... Ну, как это сказать неправильно, по-русски трет? Ну, если тройка, у меня по-русски это характер и деньги. То есть, я как понимаю, что нужно прорабатывать силу воли, какой-то стержень характера, связанное что-то с... Деньги, я так понимаю, учиться зарабатывать деньги, ее вытянет как-то более-менее. Если я правильно понимаю. Ей нужно очень много учиться самоконтролю. А, все-таки с... ...на ответственностью, с гневом связано. А, с самоконтролем по всему. Бой-монфер, в первую очередь, она очень эфициальная девушка, и... Ну, здесь, Жень, здесь нельзя ничего рекомендовать, карта тяжелая здесь, поэтому... Вот тебе, что хочу сказать. Учите защищать свои границы, это раз. Учите судьбить. Вот работайте с четвертой чакрой. Вот что сейчас хочу сказать. И вы работаете со своей девяткой. Это то, что будет влиять, как реализуются ваши отработки по тройке. Вот так будет понятнее. Работайте с четвертой и с девяткой. Идите на YouTube-канал, внимательно слушайте про четвертую чакру, про третью чакру и про вашу девятку. Девятка записана во втором части прямого эфира. Я так понимаю, не хватает позитивного мышления там, скорее всего, если, да? Там много чего, с чем надо работать. Да, это очень сложно, поэтому идите, работайте, почитайте про эти три задачи. Ну, если не совсем никак, приходите на диагностику. Я не буду ничего говорить, как-то очень тяжелое. Так, у меня Наталья Дезинг, Дермарк. 08-02, 91-й год. 91-й, да? Да. Карьера. Наташа карьера ее интересует. Так, сейчас вполне все неплохо, но что хочу сказать. Сейчас скажу. Так, 91-й, это сколько лет? Подожди, я сейчас это посчитаю. Мало. Понятно, что мало. Никогда не такое. Мало. 29-й, значит, Наталья будет за... Ты тоже знаешь, ты тоже? Так, Наташа, что хочу сказать. Если вас интересует финансово, у вас сейчас вообще финансовый период. Очень ярко. И если сейчас вы будете прорабатывать свои задачи правильно, именно сейчас у вас может быть финансовый успех. Казы карьеров, самоделизация, новые возможности, связи. Но если вы не проработаете сейчас, вы именно сейчас, в нынешнем периоде до 35-6 лет, вы не будете прорабатывать свои задачи, в первую очередь свою девятку. Она будет сейчас в периоде, в период непростой. Но у меня тоже девятка. Да, поэтому поработайте сейчас девяткой. У вас сейчас по работе с девяткой, либо положительно отраситься на финансово, у вас сейчас отработка по финансам идет в периоде до 35-36 лет. То есть, либо будет финансовый успех, карьера, самоделизация, какие-то возможности, смена работы, там еще что-то положительное. Либо, если не проработаете, то это проиграется в предположенном ключе. То есть, потери какие-то финансовые, проблемы с работой, самоделизация могут быть. Я не говорю... Вы сейчас, девочки, меня вы слышите правильно. Не воспринимайте сейчас шаблон, то, что я говорю. Я против категоричности. Старайтесь. Я просто говорю, варианты развития. Возможные. Понимаете? Я вашу карту не читала всюду. То есть, я с вами полноценно не работала. Поэтому, как шаблон, сейчас больше не воспринимайте. Ну, вот сейчас я надеюсь на вашу осознанность, что вы примете мои слова с точки зрения роста и развития. Проходите со своей девяткой. И тогда период может быть вполне спокойным и даже успешным в плане новореализации работы эмиссиальных влахов. Так, дальше я, да, Женька? Да, вроде бы да. Ой-ой-ой, я тебе туда пишу. Подожди, сейчас. Так. 0902. Регина, 0902-1988. Слушай, Женька, у меня такое ощущение, что ты реально ты сегодня не обладала бы. Пятерки на ноль Афлосик, да? Да нет, тут войдет горка. Меня ладить, короче, у творческих людей вообще жесткая тема. Но творчество, на самом деле, это все равно как бы более-менее одиночество. Ты можешь себя огородить от людей, поэтому тебе комфортнее в творчестве, потому что тебе не приходится ни с кем общаться. Потому что общение, это уже продажа, да? Но все равно вся работа связана с огораживанием мира от себя. Ты шьешь, ты в коконе. Все. И именно это и спасает таких людей, да. Это такой творческий поток, понимаешь? Такой творческий поток, ведь от тебя уже в внешнем мире не слышишь. Ты уже более в внутреннем приятном мире и так далее. Так, Егина, значит, что с вашей тройкой? Что хочу сказать? Тройка слабая, но она в отработке породы, поэтому она дает потенциал успеха, но... Что-то все-таки... Я почему-то удивляюсь, что у меня то же самое, когда ко мне приходят на тиры, у меня каждая тиры определенная категория людей. Каты диване технические, но очень много похожи. Одинаковые. Вот все не умеют ладить, все не умеют ладить и все творческие. Да, тоже творческая девочка. Поработайте со своей второй чакрой. На двиной отработке у вас принимает связь и нас с твойкой. Поэтому шагайте на YouTube канал ко мне. Вы все-таки там не просили, находите прямой эфир записи как прорабатывать трудовые и критические задачи. Вам нужна первая часть. С первой части я рассказываю про вторую чакру. Послушайте про вторую чакру, у вас она двойная отработка и применяйте. Там очень много рекомендаций, они все очень прикольные и приятные. У вас же, конечно, будут заперты слегка, там и все сможете реализовать. Тут только все скроется. Можете реализовать очень многое. Так, Жень, давай дальше. Марина, 23-02-84, тоже крыса. Я говорю, вот как так? Все вот подобные такие. Все как я. Да. 23-02-84. Все правильно. Марина. Так, Марина. Марина, 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 что хочу сказать? Третья чакра сильная, очень хорошая. Да, там чувствуется характер. Чувствуется. Там, да, там, да, комплексная и одна чакра, и вторая говорит о том, что человек с характером, со стержнем. Что хочу сказать? Чтобы не уходить куда-то в эго, в любое качество человека с приставкой эго, сбрасывайте энергию четвертой чакры, она у вас талантливо перегруженная. И что хочу сказать? Сбрасывайте энергию пятой чакры, тоже талантливо перегруженная. У вас две чакры такие. И вам нужно их правильно реализовывать, эти энергии. А как работать по четвертой и пятой чакрам, тоже ожидайте ко мне на ютуб-канале. Это вкратце забота, помощь, умение слышать и тому подобное, да? Да, да, да. Грубо говоря, ей нужно по пятой чакре начать петь. Да? И это уже будет персвебождать из этой энергии горлового центра. У тебя-то ноль, а у нее-то другая экипация. У нее перезбыток. Перезбыток, и нужно его выводить куда-то. Иначе он уходит в конфликты, понимаешь? Да, да. Да, потому что у тебя сроки из всяких энергетаций, вклор, вклор. Это отличная тема. Турки, англичане и все такое. Я так смотрю, у тебя, видимо, разная аудитория сидит. Ну, конечно. У меня Турция 1,5-ю занимает аудиторию. То есть Индонезия, Стамбул вообще на втором месте стоят. Почему мы курсы сейчас будем переводить еще на турецкий? На английский. На английский, но у нас уже есть несколько курсов, а сейчас будем именно на турецкий переводить. Именно поэтому, что их много. Ну, понятно. Я думаю, что-то будет странно. Где-то стоп-комментарьев оттуда. У тебя нету, да, таких? Не-не-не-не, ты что, ко мне таких не надо. Это, у меня будет боях, а я не понимать. Ну? Нет, у меня история другая совсем. У меня заграничная, но это девочки русскоязычные. Так, дальше. Людмила. У меня же есть другая тематика. У тебя-то творчество, а у меня-то совсем о другом. Так, 02485. За то, сколько приятностей они пишут. У меня сколько сердечек и смайликов шлют. Любиобильных. Предстательных. Ой-ой-ой, сердечки пошли. Вот, вот, тоже так. Так, Людмила, что значит у вас? Сейчас скажу. Поднимайте энергию второй чакры, слабенькая, сильная, 21%. Поднимайте, работайте на пост, на отработке породы и покарния. Есть эти кращения у вас в породовых задачах. Тоже, конечно, вам понадобится, потому что, ну, по-разному может у вас проиграться. Все в жизни, очень сильно все меняешь, не вся. Поэтому, ну, что могу сказать? Работайте хотя бы с двоечкой. Это будет положительный тоже влиять. на ваши финансы, потому что сама по себе третья чакра слабенькая, но плюс в том, что она не стоит с отработки, но она очень зависит от вашей двойки тоже. Так что работайте с этой второй чакры хотя бы. Давай дальше, Жень, даю. У меня Алия. Тут даже заинтересовалась. 15.02.91. Это моя команда. Мне тоже интересно послушать. 15.02.91, правильно, да, Жень? Да, 15.02.91. Третья чакра сильная, хорошая, в норме, в отработке. В характере сейки. Да, да, да. Дает потенциал. С учетом первой чакры характер, но пятая чакра тоже маленько трапловая. Надо смотреть. Бам-бам-бам. Вообще коммуникации нужно прорабатывать. Но человек очень добрый, отзывчивый. Да, да, да. Очень теплая. Ее, вы знаете, вот как бы, ну не обижать. То есть они заботятся. Да, так, ну так мы и делаем, да. Ты не заботятся. Да, ну я больше чем уверена, что много было людей, которые хотели пользоваться этим добротой, отзывчивостью. Может быть, с их пор они есть. И очень сложно говорить. Нет, сложно защищать себе границы, нужно этому учиться. А мне вот интересно, что-нибудь как-то там проявляется с семейным, ну с семьей как? Да, сложно. Сложно? Сложно, потому что кармическая задача по второй чакре, да. Есть сложности, надо над этим работать. Как-то тягощенное вообще, в принципе, и по роду, можно сказать, тягощенное сильно, и по... Она просто, знаешь, такая, чуть-чуть из космоса, я думаю, мужчины не совсем ее-то понимают. Как? Что ей посоветуешь? Да, из космоса. Да, из космоса, потому что, ну вот, у нее душа очень такая, она очень мудрая от природы. Горадая. Она очень умная. Ну она очень, вот карта, очень такого мудрого, умного человека. Очень доброго, помогающего. У нее, на самом деле, совершенно другое призвание. Какое? А. У нее призвание в том, чтобы вообще трансформироваться внутри через психологию духовного. Она этим занимается. Занимается. Да. И помогать другим, вот, не помогать другим. И то есть, я доверяю, значит, если у нее сон она поможет вам в стопах, она будет правильно реализовывать и предназначение, и призвание. Вы даже внешне похожи. Вот, и даже не тогда у нее личная жизнь будет налаживаться. Короче, все, вы, это, чек-ролгом. Жень, до свидания, да? Жень, до свидания. Все, давай, кто там у тебя следует? Спасибо большое. Спасибо, Алия, тебе говорит. Пожалуйста, пусть все, главное, чтобы поблако было. Так, дальше. Так, 10, 9, 1970, так, 10, 09, 1970. Так, Аликуй, что я хочу сказать. Карта сложная. Была какая-то потеря практически 100% в 12-24 лет. После этого был еще один тяжелый период. С 24-36 карта тоже плотная. Что я хочу сказать. Работайте с первой чаклей. У вас очень-очень много отработок по единичке. Я не знаю, что с вашим физическим здоровьем, но я подозреваю, что там что-то вот не совсем хорошо. Я надеюсь, только никаких травм у вас, травм или каких-то прощайств у вас не было. Но у вас очень-очень много завязано на первой чакле. Прям вот если я говорю, девочки, много, это значит очень много. Это значит, вам нужно идти на этот канал, искать, как работать с какой-то задачей, чакрой. И прям усиленно над этим работать. Прям вот очень много. Поэтому Аликуль, поработайте с единичкой. Что это значит? Это значит, здоровый образ жизни, неправильное питание обязательно. И никаких курений, желательно. Никакого алкоголя. И аккуратная физическая деятельность. Почему аккуратная? Потому что отработки очень много поединичных. Если вы хотите уходить в какие-то виды спорта, например... Так. Так, у нас время пришло. Да, я сейчас сохраню. Оля, я сохраню. По-моему, сейчас вылетит. Всё, самый долгий эфир. Нет? Ещё, ещё. Сейчас третий. Я не отпущу. Так. Дубль три. Ждём присоединения ещё раз. Сколько прошло? Сейчас мне прошло сорок лет. Ну вот, как раз уже самое опасное время. Присоединяемся заново. Привет, привет. Ещё раз, кто только сейчас присоединяется. Надеюсь, мы Ольгу не замучили. Оль, курить бросай, потом предназначение само найдётся. У тебя, Оль, всё связано со здоровьем. Какие-то завязки. Ходи к Ольге на прямой эфир. Ольга, она у себя постоянно разбороделает подобные. То есть, постоянно. То есть, кому интересно, заходите ещё раз. Так. А, вот. Пропустила. Сижу. Сижу тут. Так, Таня. Пока сейчас время-то вышло. Я хотя бы успеваю всё сохранять. Это всё хорошо. Всё одёт удачно. Ещё и на камеру записываю. Я сегодня... Очень мне было важно эфир. Я всё хотела запечатлить. Поэтому я подготовилась. Специровать. Да. Так, у нас следующее идёт. Платье мечты Татьяна. 15-е, 12-е, 84. 84 везде идёт. Да. А, девочки, у меня ещё, знаете, 20 минут. Я потом вас заставляю, бегаю по делам. Так, что 20 минут я посмотрю. Даже 20-15 минут. Давай. Так, засиняю. А что была? А сегодня девочка Оля, да? И Оля же была. Ну, на которую у нас всё оборвалось, да? А я не помню. Ну, наверное. Короче говоря, в общем, девочки, браковой, как говорила вот... А, ты там хи пропала, звуков не было. А, это звук пропал. Ну, эфир закончился. Нет, звук пропал. Звук пропал. И как раз время подошло. Думаю, сейчас слетит. Давай быстрее его сохранять. А, меня просто выбросило оттуда. И я вообще чуть-чуть не понимаю, что произошло. Думала, время обвышло. В общем, вот кому я передающую карту говорила, очень аккуратно, но работайте с первой чакрой. Ну, ты первая, скажем, чтобы я вам рекомендовала. Так, Жень, дальше твоя или моя одна? Моя, да. Татьяна, 15-12-84. Я говорю, все крысы тут, все собрались крыски. 15-12-84. Ой, какая у вас карта. Карта тоже очень тяжелая. С 12 лет. Примерно с 10-12 лет это раз. Во-вторых, у вас еще одегущение по родовой девятке идет. Это очень сложно. Я не знаю, как вообще вы реализуете свои энергии, но карта сложная. То есть, ну, судьба у вас очень непростая. И она, в принципе, такая будет. И, ну, вот, короче говоря, на вас умеет. Я рекомендую брать руки многие и бежать ко мне на диагностику, потому что карта очень тяжелая. У вас очень-очень много изгощающих моментов. Такие карты бывают не очень часто. Что мне вам порекомендовать? У вас дело вообще не финансовое. Все ваши финансы зависят от ваших декоративных моментов. Если вы над этим будете работать, будут и финансы. Просто работать над финансами вам это не поможет. Просто работать над какой-то другой задачей тоже вас сильно не спасет. То есть, все рекомендации, которые сегодня вам дам, они вам сильно не помогут. Я могу только что сказать. Работать с вашей родовой девяткой. Это первое. И работать с вашей четвертой чаклей, это второе. У вас очень много идет на... Короче говоря, где-то по роду у вас у кого-то, скорее всего, в женской линии было либо много каких-то браков или поликвии, либо было каких-то, может быть, расходов, или, может быть, абортов, или что-то еще. Очень много здесь задач стоит на этот связок очень сильно. То есть, по-русски сказать, за предков отрабатывает. Да. Что-то из этой робики. Очень много идет работа за предков на уровне чувств, на уровне умения любить, прощать. Ну, то есть, забота, помощь вот этого чакра. Да. Да. Очень много на этом стоит. И, естественно, от этого зависит личная жизнь человека, финансы и все остальное. Это очень глубокая работа. Поэтому все, что я вам сейчас скажу, оно вам сильно не поможет в карте, потому что очень тяжелое. Поэтому. Спасибо. Спасибо.